я рад приветствовать вас на своем канале дорогие друзья в этом видео хотел поподробнее остановиться на такой программе как планер 5d эту программу я долго искал много было программ которые не соответствовали тому что я хотел а именно создать стены создать сам дом чтобы он смотрелся как будет это не только в интерьере но и в экстерьере вот и вот эта программа меня в принципе удовлетворила по всем параметрам в данном случае она у меня находится как демо версия вот я специально не стал активировать промо коды также не стал покупать что-то там просто хотел показать что можно с этой программы максимум получить используя демо версию вот а следующих видео уже покажу уже с промо-версии с про версии что можно с такой программы сделать вот ну заходим в эту программу ну во первых сразу же на первой странице появляются демо проекты в данном случае их находится 4 которых можно опять же увеличить после того как мы активируем уже промо версию вот их будет намного больше и предметов будет больше ну давайте зайдем в первый проект вот здесь представлена в 2d формате вид сверху эскиз вот можно увеличивать вот вход вот длина длина идет стен вот прорисовка вплоть до обоев вплоть до ламината до плитки вот ну и соответственно вся гарнитура все что нужно вот для ванной комнаты даже он полотенцесушитель на стене вот и все это можно вот эти все проекты можно редактировать то есть вот которая представленная в демо версии то есть можно например вот эту стеночку вот выделяем вот например вот эту можно передвинуть ее вот можно и если например мы что-то не так сделали можно отменить нажать отменить и возвращается еще раз отменить все как было удобная функция потому что без такой функции тяжеловато делать редактирование какие-то которые потом захотим вернуть назад вот что еще хотел показать это 2d версия можно вот здесь вверху есть 2d 3d флажок переключаешь это же самое уже в 3d версии получается вот то есть здесь мы можем посмотреть как это выглядит вплоть до того что заглянуть в окна нравится что мы не просто можем здесь смотреть а мы можем что-то передвигать даже вот вот например мы заходим в дом допустим вот этот подсвечник мы сейчас можем передвинуть нажимаем на него вот и двигаем то есть удобная функция что бывает в 2d вроде бы все нормально а когда уже по факту заходишь вот так вот в 3d и что-то тебе не нравится где-то что-то можно подвинуть подкорректировать в принципе это ты можешь сразу сделать это пример еще что можно допустим кресло да вот выделяешь кресло вот здесь можно его крутить вот так вот вот эта стрелочка вверх вниз совсем понятно что означает вот еще не разобрался именно здесь вот то есть вот таким образом еще что здесь хотел сказать здесь можно нажимать вот здесь очки нарисованы верху вот это какие устройства оснащены гироскопом вот мое устройство они начнут гироскопом поэтому мое устройство не может использовать эту функцию вот выхожу отсюда назад вот дальше что еще хотел показать можно сделать делать снимки например вот решили вот под таким ракурсом сделать снимок нажимаем здесь знаешь за значок камеры точнее фотоаппарат вот и у нас высвечивается то есть создается скриншот здесь мы можем сделать 640 на 480 либо мы можем купить full hd качество снимки или hd качество то есть вот здесь вот стрелочка есть мы можем выбрать какого мы хотим качество вот соответственно если я выбираю вот full hd качество самое большое 1920 на 1080 нажимаю вот здесь создать на моем устройстве нажимаю вот мне здесь представляется варианты оплаты то есть если я на моем устройстве буду сохранять то это всего лишь 300 рублей будет стоить и бесконечное количество снимков если я буду в облаке то там уже пошли заоблачные суммы вот выходим отсюда пока мы ничего не будем создавать вот мы будем смотреть сами проекты вот еще хотел что показать ну на примере вот этой стены какие здесь есть что здесь вообще есть здесь есть этажи то есть мы можем создавать этажи вот здесь верхнем верхней верхнем углу справа написано вот единичка то есть это слои слои этажей вот мы нажимаем на нее и нам высвечивается то есть у нас всего одноэтажное здание вот мы можем например написать добавить этаж вот пишем новый этаж например 2 удаляем так 2 вот здесь выходим на второй этаж нам представляется площадка такая на которую мы начинаем строить второй этаж как производится построение то есть мы нажимаем на плюсик в нижнем правом углу вот здесь высвечивается куб почему высвечивается куб потому что именно в нашей версии доступна только вот куб вот если мы выйдем отсюда и нажмем 2d версию вот здесь как бы будет видно как бы просвечивающийся первый этаж с перегородками то есть он такой не совсем ясные очертания для того чтобы могли видеть где находится перегородки у нас на первом этаже и на основании этого мы можем строить второй этаж вот мы также нажимаем плюсик здесь уже представлено больше вариантов построения всяких фигур вот ну например вот допустим вот эта фигура вот мы ее берем ставим и начинаем двигать подгоняем в угол нижнюю стенку выделяем чтобы она зеленым загорелась и двигаем двигаем пока не соприкоснулась вот потом помечаем верхнюю раздвигаем пока не соприкоснулась и боковую вот здесь как бы не знаю это преимущество или недостатки но здесь мы создаем по комнатам то есть не то что мы сразу все прочерчиваем весь периметр а потом перегородки строим нет здесь по комнатам создается почему я еще наверное догадываюсь это потому что по комнатам происходит окрашивание стен под обои также половое покрытие то есть все вот это по комнатам то есть ты берешь прям конкретно вот эту комнату выделяешь вот заходишь вот здесь вот валик нарисован валик вот и здесь написано толщина стен например делаем 15 если у нас каркасный допустим или 20 то есть какая какую доску мы используем пускай 15 будет вот дальше высота 270 пол то есть полость чего потолок из чего внутренняя наружная отделка допустим пол давайте поменяем пускай у нас пол будет вот такой рисунок такой вот дальше стены внутренняя отделка обои выбираем обои допустим пускай будут вот такие вот и наружная отделка наружная отделка допустим допустим у нас везде красная просто хочу показать как это будет выглядеть то есть мы как бы фрагментами делаем вот выбрали белый кирпич вот и теперь смотрим что у нас получилось уже в 3d версии нажимая флажок верху вот у меня получилось внутри белый кирпич то есть я перепутал ну ничего страшного сейчас назад верну вот опять помечаю захожу валик нарисованный вот здесь захожу вот у меня внутренняя получилось то есть внутреннюю я делаю они кирпич а обои обои вот такие пускай будут вот и так зря я вышел так и наружнее вот мы видим внутренние обои появились и наружнее пускай будет белый кирпич вот белый кирпич все захожу 3d смотрим а у меня все равно не появился белый почему наверное что-то не так я сделал так 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 сейчас посмотрим что не так я сделал помечаю захожу вот до красный кирпич почему-то так белый белый назад смотрим еще раз назад да вот появилась белая то есть не на крестик нужно нажимать а уходить назад тогда вот появилась она так теперь выключая теперь смотрим в 3d да вот получилось мы как бы первый этаж так сделали второй этаж так вот еще что то есть мы здесь выгоняем вровень естественно с первым этажом вот этот момент корректируем если где-то что-то торчит вот как здесь вот в данном случае у меня он видно ступенька в левом углу мы просто берем и начинаем выдвигать его вот у меня здесь видно вся стенка чуть-чуть не доходит мы берем сдвигаем и здесь тоже не доходит вот и потом включаем и смотрим вот но все равно видно чуть чуть не дошел но это ладно это уже корректировка тоже как говорится точность будете сами пробовать делать вот дальше что хотел показать то есть у меня вот уже два этажа есть я могу опять перейти на первый этаж нажимаю вот эти этажи нажимаю первый этаж и у меня второй этаж убирается как бы временно то есть я могу посмотреть что у меня на первом этаже есть вот потом первый этаж я закончил редактировать вот решил опять 2 нажать нажимаю второй этаж у меня высвечивается только вот второй этаж я сделал вот и так до трех этажей можно вот давайте я вам покажу как здесь делать окна двери то есть нажимаем на плюсик здесь высвечивается единственное это делать надо в 2d 2d потому что это будет удобнее перетаскивать чуть-чуть уменьшаем чтоб все было видно нажимаем плюсик выбираем домик здесь окна арки двери перегородки лестницы колонны ворота вот я все не буду вам показывать в принципе сами это все поймете увидите одну начнем с окон стандартные пускай метр сорок на метр сорок вот справа вверху окно выбрали ну сразу можно выбрать их несколько чтоб потом не выбирать два три пускай 4 набираю крестик потом увеличиваю помечаю одно окно начинаю двигать к стенке она раз прилепилась следующее окно выбираю двигаю не весь рисунок а только окно не с этой стороны окон не будет потому что там продолжение дома и осталось у меня еще два окошка вот это окошко вот преимущество что они сами примагничиваются к стене то есть меткость не нужно вот все я расставил окошки теперь смотрю что получилось смотрите чаще в 3d переключайте как это будет выглядеть вот все видно можно посмотреть дальше включаем плюсик делаем дверь например нажимаем назад вот двери двери есть межкомнатные входные стеклянные вот покажу входные какие вот только две двери входных можно делать допустим такая дверь вот входная сейчас мы посмотрим как это будет в 3d у меня было переключено вот вот потом ну и обычно потом есть межкомнатные вот межкомнатная здесь три варианта обычная такая потом двухстворчатая и с какой-то полосочка со стеклянной вот мы уберем и ставим я вот в 3d ставил сам говорю в 2d а вот сам в 3d ставим ну просто сложнее она бывает у меня когда в 3d убегает куда-то вообще на горизонт из-за того что немного глючит вот в 2d когда делаешь намного удобнее вот это все расставлять нажимаем плюсик смотрим что еще есть стеклянные двери есть стеклянные двери все заблокированы то есть демо версии нету вот есть еще арки вот арки всевозможные ну давайте самую крутую арку вот она она есть так куда бы поставить поставим ее она не помещается тогда двери двери можно удалять на выделяешь и здесь верху по центру есть такое мусорное ведро нарисовано нажимаем на него все удалилась дверь так опять помечаем арку выделяем и ставим ее раз примагнитилась нажимаем 3d вот она арка довольно таки такая красивая арка получилось вот дальше что мы еще можем сделать мебель мягкая мебель кресла вот варианты какие принципе четыре варианта кресел для бесплатной версии это нормально диваны четыре варианта тоже из них угловые есть потом пуф и даже есть три варианта ну давайте я вот сейчас диван один какой-нибудь возьму но допустим белый так где он здесь у меня вот еще когда в 3d версии делаешь где-то появляется неизвестно где мне один раз он на горизонте вообще появился его потом проще было удалить чем забрать так нажимаем 2d версию точнее вот так вот хватаем и ставим вот нажимаем 3d смотрим что у нас получилось вот он наш диванчик вот принципе так хорошо выглядит так еще что можно здесь поставить нажимаем плюсик возвращаем есть кровати детские детские кровати два варианта всего совсем маленькая детская и для подростка для подростка потом есть односпальные здесь всего лишь один вариант доступен так вообще много конечно здесь кровати вот и двухспальные здесь два варианта вот все варианты я покажу большой выбор очень очень большой выбор здесь кроватями они прям не поскупились вот но доступно всего лишь два варианта так дальше давайте посмотрим как кровать выглядит двуспальная давайте вот эту возьму например так опять я не переключил на 2d переключаю вот она она у меня кровать помечаю так теперь мне и развернуть надо например изголовьем чтобы другой стене было вот здесь разворот нарисован нажимаю и начинаю крутить так потом хватаю кровать и двигаю допустим так пускай делаем 3d включаем вот 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 она наша кровать правда здесь наверное вот это окно неуместно удалю вот то есть как то так здесь можем что мы еще сделать плюсик нажимаем для кровати есть назад так для кровати есть 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 так 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 я немного отвлекаюсь ладно не буду буду по порядку так ну ладно посмотрели мы хранение то есть это что у нас тв тумбы нажимаем допустим тумба у нас до доступны тоже две нажимаем белую вот появилась белая тумба хватаем приносим приносим не хочется переключать с 3d версии сам себе проблему придумал так тумба включить вот хватаю переворачиваю ее вот и пододвигаю к стене вот единственный еще здесь какой минус что эти тумбочки не редактируются вот она какой есть длины ты ее не можешь меньше больше сделать то есть вот она по факту какая есть вот нажимая 3d вот она тумбочка стоит так еще что мы здесь вешалки вот допустим вешалка у нас дальше тоже доступно всего лишь две вешалки комоды тоже два варианта комодов тумбы два варианта шкафы здесь три варианта какой-то синий непонятный шкаф дизайнерский вот допустим вот этот нажать вот он шкафчик вот так вот он выглядит так еще что у нас здесь хранение обуви один вообще вариант полки полки здесь три варианта ну допустим вот эту полочку так ее надо развернуть сейчас в 2d переключаю вот разворачиваю хочу рядом с кроватью сделать допустим так 3d так да вот она полка висит так что еще здесь есть туалетные столики здесь один вариант ну столик с зеркалом а так вообще их много здесь так ладно не буду нажимать уже так и еще что здесь назад столы письменные два варианта стулья два варианта выглядит он вот так вот она за домиком поставим его где-нибудь так так дальше рабочие кресла тоже два варианта непонятно где он появился ну-ка да вот то о чем я говорил то есть лучше переключать в 2d и потом нажимать на кресло вот раз оно появилось четко в нужном месте чуть-чуть чуть-чуть недоработочка вот вот как оно выглядит так же его можно крутить вот еще что здесь есть журнальные столики бесплатные бесплатных два вида обеденные столы есть которые вот уже со стульями получается 4 вида всего раскладные допустим со стульями возьмем вот поставим 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 их так хватаем и ставим вот так давайте сюда поставим так все переключая в 3d вот он наш столик со стульями так можно делать еще офисная мебель рабочее место здесь 4 варианта здесь 4 варианта так ну так как у нас не офис так дальше что шторы два варианта всего то есть вот такие шторы делаем сейчас я опять переключу в 3d в 2d точнее так включаю шторы вот они появились подводим их подводим их к окну разворачиваем и приставляем вот еще здесь минус штор что нельзя регулировать по ширине то есть вот какая она есть такая она и есть так нажимаем 3d смотрим что получилось вот ну видно что великоватая шторка хотя пойдет вот что еще есть еще ковры то есть вот например такой коврик то есть два вида дальше есть еще кухонная принадлежность например настенные шкафы здесь здесь получается 4 вида и угловой шкаф есть есть просто шкафы здесь у нас уже выбор 1 2 3 4 5 6 7 бесплатных барные стойки здесь два вида кухонная гарнитура один вид вот мы его сейчас и сделаем один вид переключаем на 2d так удалю я вот эту дверь чтоб к нему поставить гарнитур переворачиваю я гарнитур и прилепляю к стене его переключаю на 3d смотрим что получилось ну вот он гарнитурчик так дальше что еще здесь есть так кухня я сейчас только был хранение тоже был стол и стулья тоже ванна здесь есть унитазы два вида навесной обычный шкафы и полки здесь три вида тоже ванна умывальники три вида навесной тюльпан и такой встроенный какой то ванна ванны и душевые кабины есть обычная ванна такая вот есть угловая это и душевая кабина вот и туалетные принадлежности он даже уточку можно так здесь все техника освещения всякие торшеры потом настольные лампы ночники люстры здесь выбор побольше бесплатно уже так и светильники это бра на стенах три вида так дальше пролистал так 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 ну всякие выключатели потом бытовая техника уже всякие пылесосы утюги гладильные доски он так так то есть все это уже обставлять чтобы потом когда full hd качество делать там все компьютер будет прорисовывать вот эти все детали вот вот идут аудио даже видеокамера есть так что еще хотят а вот компьютеры стационарные ноутбук потом есть еще 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 вот так это я уже показывал неудобно что вот каждый раз приходится опять листать то есть вот ушел назад потом заново двигаешь так дети есть один только велосипед бесплатно кухонная утварь это на столы ставить четыре вещи доступно вот люди есть нажимаю люди вот люди я сейчас кого-нибудь выберу допустим вот тетушку включаю так я опять не вон она рядом с гладильной доской стоит в гладильной доске точнее так переключаю на 2D так вот она она беру ее вместе с гладильной доской и ставлю сюда нажимаю 3D вот все мне что нравится в натуральном масштабе то есть соотношение в каком нужно то есть вот видно в натуральном размере в этом плане очень удобно так буду закругляться вот варианты людей положить можно и поставить посадить так дальше 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 музыкальные инструменты спорт принадлежности велотренажеры всякие вон даже бильярдные столы ну пока только вот велотренажеры и штанга доступна в демо версии так праздники и животные там кошечки попугаи собачки уже заблокированы только только с кошечками можно играться так потом есть садовая мебель деревья шезлонги всякие качели даже вот есть зонты о зонты недоступны зонты недоступны столы это во дворе о аж 4 вида доступно так качели качели уже показывал бассейн во дворе можно два вида бесплатных гараж вон машину можно себе выбрать уже более дорогие уже надо платить даже вертолет можно так дальше так так гараж бассейн смотрели освещение это на улице столбы и отдых мангальчик только один доступен все остальное все надо промо-версии вот в принципе все что хотел показать вот я вот использую эту программу очень удобно единственное неудобство что заказчиком показывать приходится вот так вот в телефоне или в большом планшете то есть как бы нету варианта на компьютер это все перенести вот показываю как это сохранять то есть нажимаем мы записать проект файл вот он записывается в документах у нас вот загрузки вот на формат у него который читать только это программа вот мы нажимаем все он сохранил то что мы рисовали проект сохранился но читает его только эта программа если мы хотим сохранить чтобы кому-то показать распечатать фотографии например под разным углом например вот отсюда вид вот так сделать нажимаем как я говорил вот это значок фото вот создается скриншот вот и варианты как я уже показывал full hd качество вот 1920 на 1080 ну конечно лучше сохранять в таком качестве потому что я сохранял 640 на 480 набросок все мутно все в каких-то разводах ничего не понятно то есть ни о чем вот вот в принципе все что хотел показать в следующих видео хочу уже активировать промо версию и какие-то доработки уже наработки какие-то особенности этой программы уже расскажу в следующем видео всем спасибо за просмотр если было интересно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч А и